И теперь, коллеги, мы переходим к нашей сегодняшней теме и пройдемся по структуре библиографической записи, библиографического описания. Посмотрим, из чего это состоит и что нам с этим делать. У нас с вами три вопроса стоят на повестке дня. В библиографической записи библиографическое описание очень коротко. Посмотрим, чем они отличаются, как они выглядят. Знаки предписанной пунктуации, некоторые моменты, на которые следует обратить внимание, тоже разберем, посмотрим. И дальше мы пройдемся прямо по структуре библиографического описания, области, элементы, из чего состоит, что где находится. И это действительно, наверное, может быть, с одной стороны, простой вопрос, а с другой стороны, о него постоянно запинаемся, когда вводятся новые госты или приходят госты, перерабатываются совершенно новые, либо на смену предыдущим. И тогда вылезает вот этот вопрос, даже когда нам нужно поправить библиографическое описание. Еще один момент, когда вылезает этот камень, о котором спотыкаемся. А где это сделать? А что это за область? Смотришь иногда список источников, говоришь, ой, у вас все хорошо, все нормально, но вот в области заглавия и сведения об ответственности, в элементе сведения, относящиеся к заглавию, вот там надо поправить. У вас идет разнобой, где заглавные, где сострочные буквы, где с большой буквы, где с маленькой буквы мы пишем одно и то же вид издания. Ну, это не совсем правильно, вот поправьте там. И сразу ступра, а это где, а что это за область, а что это за элемент? Ну, во-первых, для того, чтобы разговаривать на одном языке, во-вторых, чтобы читать правильно госты и понимать, что они нам рекомендуют, а там тоже особенно в последнем госте по ссылкам на электронные документы полностью название воспроизводить не буду очень долго и трудно, да, но вкратце это ссылки на электронные документы, которые распространяются в интернете, сетевые ресурсы, да, сетевого распространения. Вот там идут, там очень коротко даются пункты пояснения и даются такие пояснения, куда записывать там слова электронная копия или электронная версия или электронная копия печатного издания и написано очень просто. В область примечаний. А где это? А что это? А что это за область? А как это сделать? Вот поэтому самое основное, если знать структуру библиографического описания, понимать, чего куда относится, то и легче управляться с ГОСТом и с ГОСТами, и для составления или исправления уже имеющихся библиографических описаний в списке источников это легко сделать, и для поиска это тоже очень важный момент. Вот на следующем вебинаре в ноябре, 9, по-моему, ноября у нас будет по составной части ресурсов, вот там, да, как найти нужную статью. Они всегда делаются росписи и не всегда отдельная статья, она присутствует в каталоге библиотеки или в электронном каталоге, а значит должен быть другой путь поиска, но эту статью можно найти и она в библиотеке в принципе есть. Для этого, опять же, надо понимать структуру. Вот именно поэтому мы сегодня этим вопросом и будем еще раз вспоминать для кого-то, для кого-то, может быть, пройдем впервые. И библиографическая запись и библиографическое описание. Ну, вообще библиографическое описание – это часть библиографической записи. Библиографическая запись больше, чем библиографическое описание. И в ГОСТе, в четвертом разделе, в первом же пункте 4.1, по-моему, вот как раз и дается определение понятия, что это такое. Библиографическое описание содержит все необходимые нам сведения о самом ресурсе или о документе, которые приведены по особым правилам. Устанавливается определенный порядок следования областей, и он закреплен, и элементов, которые эти области наполняют. Все это закреплено. Вот здесь уже, несмотря на различные вариации, несмотря на то, что ГОСТ носит рекомендательный характер, составляя свои методические пособия, рекомендательные по оформлению письменных работ, мы можем какие-то небольшие вариации в рамках ГОСТа допускать, и это нормально, и это можно делать, но есть определенные правила, есть определенный порядок, который мы нарушать не можем. И вот структура библиографического описания и правила наполнения или, наоборот, отсутствия некоторых элементов, как в этом случае поступать, он уже закреплен. Вот этого мы нарушать точно не можем. Библиографическое описание нужно для того, чтобы охарактеризовать ресурс, и его можно было идентифицировать. Ну, идентификация для нас опознать, да, в каталоге или где-то там в картотеке, в электронном или ручном каталоге. Первое, в основном для поиска, а общая характеристика ресурса, и для поиска, и для предшествующего этапа, принятия решения, а вообще надо нам этот источник тратить время, силы и нервы, чтобы найти его, открыть, прочитать, воспользоваться, или нам достаточно этой информации, мы понимаем, что нам этот источник не подходит. Ну, например, мы можем из библиографического описания увидеть, что это за книга, например, где, в каком издательстве она вышла, является ли она учебным пособием или монографией. Если мы ищем монографии, то учебное пособие нам, в общем-то, ни к чему, мы его, наверное, открывать не будем. Мы можем также увидеть, что... А вот эта вот книга – это отдельные томы, собрание сочинения. А вот эта – это вообще статья из журнала или из сборника материалов конференций. Ну и, наконец, мы можем по библиографическому уже описанию опознать, что вот то, что нам предлагается вот здесь, это не текстовый конспект лекций, а видеозапись, да, видеозапись лекции. Или мы можем увидеть, что это мультимедийный ресурс, кусочек интернет-курса, и раз он идет как мультимедийный ресурс, то, скорее всего, там текстовая составляющая тоже будет. А вот в этом случае мы посмотрим. Соответственно, мы уже можем принимать решение, нужно ли нам более подробно знакомиться с этим источником, будем ли мы его использовать в своих работах, и у нас есть уже путь поиска, как мы можем этот источник найти. И все данные у нас есть. И все это содержится в библиографическом описании. И библиографическая запись, как мы уже говорили с вами, это понятие более широкое. Оно включает в себя библиографическое описание. Библиографическое описание, знаете, как фундамент, как основа для библиографической записи. Но помимо этого сюда может быть включено еще и ряд элементов, которые здесь вот у нас на слайде представлены. Это может быть заголовок, это могут быть какие-то классификационные индексы, ББК, УДК, это могут быть ключевые слова, это могут быть различные предметные рубрики записаны. Анотация может быть включена, шифры хранения, ну и какие-то служебные пометки. Вот это вот все будет составлять библиографическую запись. Это не значит, что все эти элементы или какие-то... Ой, сейчас возьму. Все эти элементы или какие-то еще дополнительные могут быть, все это в обязательном порядке должно быть в библиографической записи. Может быть библиографическое описание и заголовок. Да, вот какие-то из... В разные вариации они могут встречаться и в разном количестве. Но тем не менее, если они есть, мы уже говорим о библиографической записи. Ну, если библиографическое описание и заголовок, иногда его так и называют. Либо библиографическая запись, либо говорят библиографическое описание под заголовком или под заглавием. Ну, если под заголовком, то речь идет о записи. Ну, вот так вот выглядеть может библиографическая запись в ручном каталоге. Так, каталожная карточка. Старые, добрые, бумажные, которые где-то еще сохранились, и это действительно очень здорово. Вот так вот она выглядит. Вот у нас есть заголовок, у нас есть библиографическое описание, у нас есть какие-то дополнительные еще пометки, у нас есть шифры хранения, вот они, индексы. Вот это вот будет уже, вот здесь может быть аннотация, вот это вот будет уже библиографическая запись. Или в электронном каталоге, вот из электронного каталога РГБ. Вот такая вот карточка, что здесь. А вот так выглядит библиографическое описание этой книги. А вот так она выглядит в самом электронном каталоге. Здесь есть шифры хранения указаны, которые мы и сохранились, Альфия, вижу, пишет, и сохранились, и работаем. Да, отлично. Бумажный вариант, ну, интернет-штука, конечно, хорошая, но бумажный вариант иногда оказывается не лишним, скажем так. Ну, вот, вот смотрите, вот она, вот наше библиографическое описание, которое нам нужно для, вот оно где находится. А вот дальше у нас пошло уже какие-то, ну, не аннотации, здесь идут ключевые слова, предметные рубрики, вот какая-то еще дополнительная информация у нас здесь идет, шифр хранения, да, вот это то, что у нас не входит, например, в наш список источников, которые мы включаем. Мы берем только библиографическое описание. Вот оно. И то еще не все. Дальше мы посмотрим. В каталогах приводится полное библиографическое описание, а мы в своей списке источников забираем более упрощенные варианты, поэтому не вся информация нам здесь потребуется отсюда. Да, просто вот взять копипастом и поставить, ну, приходится все равно потом что-то, ну, лишним убрать, оно всегда проще, чем дописывать. Недостающее, правда? И по заголовку. Чаще всего, когда мы составляем, оформляем списки источников для различных письменных работ, вот, включая там выпускные, квалификационные, дипломные и диссертационные исследования, мы имеем дело с библиографической записью или описанием, которое включает в себя заголовок часто. Поэтому вот пару слов про оформление заголовка мы пройдем. Вообще идея записывать сначала автора, а потом название произведения, такой авторский заголовок, это еще со времен Древней Греции идет. Ну, так действительно удобнее и собирать произведения одного автора, находить их, сортировать и хранить. Но в качестве заголовка может выступать не только автор. Все тонкости и варианты, связанные с оформлением заголовков, можно найти в специальном госте. У нас в специальном госте 7,82 тысячи, библиографическая запись заголовок, общие требования и правила составления. Ну, мы только вот самый основной момент рассмотрим, который касается заголовок, с которыми не библиографы могут встретиться. В госте про заголовок дается определение понятия этого. Заголовок библиографической записи – это элемент, который расположен перед библиографическим описанием и предназначен для упорядочения и поиска библиографической записи. Он совершенно отдельный. И вот здесь вот тоже момент, когда мы сталкиваемся с необходимостью правильно оформить заголовок, сразу кидаемся. Ну, у нас же есть библиографический год с 2018. Начинаем искать там, а его там нет. Потому что для этого элемента, он отдельный, он не регулируется ГОСТом 2018. Там буквально очень коротко про это сказано. Этого и отсылки даются как раз к ГОСТу про заголовок. Это вот как раз ГОСТ 780-2000. И я вам прямо вот сейчас... Я на всякий случай название этого ГОСТа кидаю. И раздел, вот как раз третий раздел. Там по видам заголовка дается и определение понятия там дается. И как раз можно посмотреть более подробные вещи. Еще одна хорошая вещь – это правила российской каталогизации. Там тоже есть четвертый раздел, который посвящен вопросам нюансов, связанные с оформлением заголовков, особенно авторских заголовков. Если у нас иностранный автор, если у нас встречаются различные частицы, предлоги и прочее, Делакруа, Сент-Экзюпери, Генри и так далее, как их правильно записать? Особенно, когда мы работаем с приводной литературой или иностранным автором. Вот в российских правилах каталогизации, в правилах российской каталогизации, вот там как раз, смотрите, эти нюансы, они прямо разобраны очень подробно. Да, и у нас был вебинар про заголовки, где мы по этим основным таким моментам, с которыми сталкиваются мне библиографы, с вами проходили. Запись этого вебинара есть. На всякий случай, напомню, вот здесь можно будет посмотреть. Особенно вот авторские заголовки. И в качестве заголовков может у нас выступать не только автор. У нас могут быть еще разные виды. Вот они здесь выделены, три наиболее часто встречающихся. Виды заголовков вообще разделяются по характеру сведений о документе, или его составной части. И вот они в основном вот такого вида, вот так вот они и классифицируются. Чаще всего у нас есть либо заголовок, содержащий ими лица, либо наименование организации, или обозначение документа. Вот здесь мы чаще всего вот этот второй вариант используем, когда у нас идут законодательные акты, либо документы органов государственной власти. А вот этот вариант, когда у нас идут различные патенты, стандарты, ГОСТы и так далее. Какая-то нормативная техническая документация. Вот чаще всего мы тогда имеем дело вот с такими заголовками. И есть, но возвращаясь к авторскому заголовку, один нюанс только вспомним. Есть правило авторского заголовка, которое там как раз работает для списков источников. Если в заголовке 1, 2, 3 автора, то заголовок применяем и пишем имя первого автора. Остальные у нас прячутся в сведении об ответственности вот сюда, вот как в нашем первом примере. Но всех авторов мы указываем, но не в начале, а вот здесь. Это правило не работает для ссылок. Вот когда у нас идет ссылка, тогда мы всех авторов будем указывать в заголовке. При необходимости в заголовок добавляют еще дополнительные идентифицирующие признаки. Дюма отец, дюма сын и так далее. То, что записывается в круглых скобочках. И еще в соответствии с новым ГОСТом по оформлению ссылок на электронные документы, 20, который сейчас у нас только-только вошел в действие, там относительно этого момента тоже есть указание, что если у автора есть, например, какой-то индекс оркет, зарегистрирован автор, и имеется этот индекс, и он приводится, то его тоже указывают как идентифицирующий признак. Так, в круглых скобочках вот сюда его приводим. Есть такая база, научные работники, чаще ученые, исследователи, да и преподаватели, чаще всего там регистрируемся, но это связано с наукометрическими базами и с подсчетом количества цитирований. И вот этот оркет, он как раз вот сюда вот и приводится. Если есть еще какие-то индексы, то сюда их тоже можно приводить, это тоже является как идентифицирующим признаком. Вот поэтому мы здесь используем. И если авторов у нас четыре и более, тогда мы уже делаем описание под заглавием. Вот как в наших следующих примерах. Коллеги, ну, посмотрите вот на эти два примера, скажите мне, пожалуйста, такой совершенно простой вопрос для разогрева, да, в чем разница между этими двумя примерами? Почему вот здесь мы написали всех четырех авторов, а вот здесь у нас написано три автора и в скобочках и другие? Это что, мы другим гостом пользовались или почему? Почему эти два примера отличаются? Почему в одном случае написали так, а в другом случае вот это? Что это означает? И напишите, пожалуйста, в чат. Пять и шесть авторов. Может допускаться такая запись. Ага, более четырех. Три и более. А везде три и более автора, да. Более четырех авторов. Правила более четырех авторов. Пишем первых трех. Вот, Мария Кузнецова. Ага, спасибо. Так, развернутый ответ дали. Да, совершенно верно. Смотрите, если у нас авторов четыре и более, если их четыре, мы записываем их всех. Если их больше четырех, пять, шесть, семь и больше, совершенно верно, тогда мы записываем первых трех и другие. Да, вот сюда записываем. На заголовок, да, по ГОСТу на заголовок. По ГОСТу на заголовок сюда одного. А это уже сведения об ответственности. И вот ГОСТом на заголовок у нас регулируется только вот эта вот часть. То, что перед библиографическим описанием. Все остальное, это у нас уже по ГОСТу 2018. Ага, отлично. Идем дальше. Еще одно небольшое задание. Сделаем очень просто и очень быстро. Ответ записывайте примерно вот так. Где здесь заголовок? Вам нужно указать просто номера, что относится к заголовку, что к заголовку не относится. Записываем просто так. Например, желтый, там, четыре, пять. Это значит, что, вот я считаю, что вот эти два там пункта, они относятся к заголовку. Там синий, один. Ну и вот желтый, зеленый, З, синий, С, розовый, Р. Поехали. Если несколько, вы считаете, что здесь несколько пунктов, вот их так и указывайте. Если один, то одну цифру. Поехали. Можно прям в одном? Можно, да, Ж2. Ага. Заголовок. Мы ищем заголовок. Ага, уже пошло так. Ж12. Круто. Ну и остальные тоже не забывайте смотреть. Угу. Два, семь, десять, двенадцать. Ага. Голубой, восемь, девять. Розовый, двенадцать. Ага. Ух ты. Один, два. Только заголовок ищем. Только заголовок. Ага. Да, ну серый, вот этот вот, этот синий, но все равно. Буква одна, С. Ага. Голубой я поняла. Восемь, десять. Ага. Только заголовок ищем. Только заголовок. Ага. Отлично. Перебрали все. Даже пятнадцать где-то нашли. Или это один. А, Ж1, В8. Все, прошу прощения. Ага. Это я уже не вижу. Мелкий шрифт. Текст. Три, четыре, пять, шесть. Три, четыре, пять, шесть. Ага. А теперь давайте разбираться. Давайте посмотрим. Молодцы. Первый вариант. Заголовок. Внимательно читаем. У нас есть автор. У нас есть название книги. И есть сведения, относящиеся к заглаве, которые поясняют, что это учебное пособие. За косой чертой у нас приводится три автора. Стоп. За косой чертой. Это не заголовок. Заголовок у нас заканчивается вот здесь. Вот оно пошло название. Значит, все, что до названия, это заголовок. У нас есть... Здесь приведен только один автор. Значит, вот он, наш заголовок. Значит, Ж, правильный ответ, один. Второй вариант у нас приведен ГОСТ. И вот здесь начинается путаница. Здесь нужно смотреть, когда мы сталкиваемся вот с таким видом заголовка. А это у нас как раз... Вот он. Вот обозначение документа. Так вот, наименование, организация, обозначение документа. Эти виды для заголовков очень часто бывают составными или сложными. Состоять из нескольких частей. И каждая часть отделяется точкой. То есть здесь просто внимательно надо прочитать само библиографическое описание. ГОСТ. Да, вот у нас идет... Ой, сейчас я его возьму. ГОСТР. Что-то, что-то. Потом у нас точка. Потом пошло библиографическая запись, библиографическое описание. Общие требования правилов составления. Что мы делаем? Если мы сомневаемся, мы открываем сам источник. Вообще вот эта вот привычка открыть источник и посмотреть, а как написано там, она должна, у ней библиографов вырабатываться точно. И вот если мы откроем сам источник, мы увидим, что вот это уже пошло название. На титульном листе вот так написано. Библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования правилов составления. Это пошло уже название. Значит, заголовок у нас здесь будет какой номер? Четыре. Вот. Вот это обозначение ГОСТа, это будет у нас заголовком. Вот он. А вот законами, законы очень часто. Здесь, да, более простой вариант. Всегда сверяемся с названием. А вот законами здесь у нас уже встречается сложный заголовок. Российская Федерация, законы. А потом смотрите, об общих принципах организации, местного самоуправления где-то там. Вот, скорее всего, уже по логике видите, что вот это, скорее всего, называется название. Вот оно пошло. Вот оно, заглавие у нас будет. А все, что до заглавия, это сложный заголовок. Да, 8-9. Российская Федерация, законы. А потом уже пошло название. А вот здесь, коллеги, кто был внимательный, тот увидел. Немножко вас не сказала вам, где... А вообще здесь есть заголовок-то? Давайте посмотрим. С чего начинается? Ландшафтный дизайн. Скорее всего, это название. Учебное пособие. Смотрим, что за косой чертой. Ну, здесь явно больше пяти авторов. То есть это какая-то коллективная книга, которая идет у нас уже по правилам под заглавием. А у нас здесь заголовка не будет. Не будет здесь заголовка. Кто-то попался, кто-то нет. Это библиографическое описание под заглавием. То, что за косой чертой, это не заголовок. Это уже элемент библиографического описания. Заголовок – это отдельная часть, которая у нас идет до названия книги или документа. До заглавия вот это у нас и будет заголовок. Но он может быть вот таким вот сложным, составным. Поэтому здесь очень внимательно надо просто читать, смотреть и стараться увидеть название. Вот здесь сразу видно, что вот это вот началось... А, Альфия, да. Ну, ничего страшного. Если заглавие, то будем считать, что все правильно сделано. Читаем название. Если вот есть сомнения, как в этом случае, это заголовок или это все-таки кусочек заглавия, открываем сам источник, благо найти его можно, да, если это электронный ресурс, так вообще по ссылке переходим и смотрим, что написано там, как написано там. Ага, вот это заглавие, окей, значит, вот это у нас заголовок. С документами у нас вот какая штука может быть, да. Ну, вот, вот они, наши заголовки. Вот я их вам сюда тоже провела. Вот правильный ответ, да, к нашему, к нашему заданию, которое мы там уже разобрали. Вот он уже у нас текстом здесь написан. А четвертого примера нет, потому что там под заглавием. Там просто нет заголовка. Вот на законодательные материалы, на договоры составляется как раз заголовок, содержащий наименование организации, а может и название документа потом, да. Вот она, она с вами идет. Российская Федерация и вторая часть этого заголовка будет законом. Часто они идут как такие вот составные, сложные заголовки из двух частей состоят. То есть мы сначала объясняем, что это такое, откуда это, да, территориальная принадлежность, а потом, что это такое. Это удобно для хранения, во-первых, да. Все законы Российской Федерации, вот они здесь, и дальше уже пошло по заглавию. А еще это удобно для тех же списков источников делать описание под заголовком, хотя в ГОСТе допускается и под заглавием, и под заголовком, но преимущество сейчас, вот в 18-м ГОСТе, 18-го года, да, оно отдается именно описанием под заголовком законодательных материалов, договоров, тех же стандартов и патентов. Их собирать удобнее. Вот идут списки источников, если просто по названию, они у вас там перепутываются, да. А так можно собрать и сделать очень красивую структуру. Там Российская Федерация, законы, там федеральные законы, конституция, там указы президента. И если работа построена на работе с большим массивом именно вот таких законодательных материалов, это удобнее, сразу видно, что где находится, чем пользовался студент, сколько законов там федеральных, и удобно и для поиска, и для такого структурирования. Ну, вот примерно вот так это будет выглядеть. Два пункта в ГОСТе по заголовкам, они относятся как раз к этому, поясняют этот момент. Коллеги, поставьте, пожалуйста, значок-огонек, все ли нормально, видно ли экран, видно ли презентацию, все норм. Елена, есть ли черный экран, попробуйте выйти и зайти заново. Вебинар, ничего страшного. Иногда интернет может сбоить. Ага, спасибо. Слово о полку Игореве, да, Ольга, это тоже заголовок, это может быть заголовком, то, что он называется, мы его не рассматривали здесь, унифицированное заглавие, у нас есть такой вид заголовков, содержащий унифицированное заглавие. Библия, слово о полку Игореве, Калевала, вот они как раз относятся к этому типу унифицированных заглавий. Но так как они у нас реже встречаются, ну, если только специализированные, там, литературоведение, направление подготовки, исторические, вот там они попадаются, да, там, филологи, лингвисты, вот там может быть, вот тогда еще добавляется унифицированное заглавие. А так вот для общего употребления у нас в основном идут вот эти три типа. Это да, это может быть унифицированным заглавием. Ну и сложный заголовок еще относится к документам органов государственной власти или там какие-то административно-территориальные образования. Вот то же самое будет, только первая часть у нас будет не Российская Федерация, например, там, Республика Бурятия, а во второй части будет там Народный Хурал. Или Российская Федерация вместо закона будет Государственная Дума. Иногда еще в скобочках указывают, какого года созыва. И под ним собираются все документы, которые относятся к Государственной Думе. Ну вот такой момент есть. Поэтому с заголовками очень осторожно смотрите, где кончается заголовок, где начинается название. Это в основном законодательные акты. И наши ГОСТы приводятся аббревиатурой, вот полный вот этот шифр. То же самое с патентами. Там тоже приводятся все данные в заголовок. И вот в ГОСТе можно посмотреть уже более подробно, там прям вот вся эта схема разобрана. Как приводить эти заголовки. И в ГОСТе 2000, и в ГОСТе 2018. По библиографическим описаниям там эти пункты в примерах. Можно будет посмотреть. В некоторых изданиях эти данные указывают. Унифицированное заглавие не когда народ, а когда мы под одним заглавием мы собираем литературу, которая посвящена этому вопросу. Не обязательно народ. Там могут быть разные авторы. Но в принципе, да, там, где невозможно установить, и вот такие вот народные эпосы, например, они могут идти под унифицированным заглавием. Надо ли полностью указывать имя и отчество автора? В ГОСТе этого нет. А в некоторых изданиях эти данные указывают. Ну, в изданиях могут указывать. Издательские правила немножко отличаются от тех, которые мы применяем для оформления, например, списков источников. Указываем инициалы. В заголовке указываются только инициалы. В заказу и чертой мы указываем в той форме, в которой имя автора дано на титульном листе. Если у вас на титульном листе написано там «Алексей Иванов», а в библиографическое описание в заголовок мы будем писать «Иванов А.И». Еще и отчество найдем. Где-то в самом источнике оно должно быть. Если не нашли, ну, в открытых источниках, как правило, можно установить. Все как по правилам. Фамилии, инициалы. А вот за косой чертой мы напишем так, как было указано на обложке «Алексей Иванов». Тогда мы и показываем вот это вот тоже к пониманию структуры. Если я вижу, что отличается имя в заголовке от имени за косой чертой, от формы его приведения, это значит, что на титульном листе было написано вот именно так, как за косой чертой. Там «Алексей Иванов». А здесь мы уже приводим по правилам. Потому что в алфавите авторов мы указываем, как мы напишем заголовок «Алексей Иванов», «А сколько у нас таких Алексеев?» и как мы его будем потом идентифицировать, куда мы его поставим в каталоге или куда мы его в список поставим. Одного так указали, другого по-другому нет. Здесь должно быть какое-то одно правило. И вот это правило взяли. Сначала фамилия, потом инициалы, потом заглавие. А вот за косой чертой мы пишем так, если это отличалось, и на титуле было по-другому написано. Вот так мы напишем. Или на титульном листе написано «Братья Вайнеры» и всё. А как мы их в заголовок-то укажем? Как будет читатель искать эту книгу? Или пользователь, как он будет искать эту книгу? Он её будет искать по фамилии авторов. Вайнеры. Смотреть на букву «В». А мы это написали в заголовок. «Братья Вайнеры», значит, мы её должны поставить в списке на букву «Б», а уже неправильно, а уже не то место. Поэтому фамилия на первом месте в заголовке, если авторские. Инициалы, заглавия. А вот за косой чертой мы можем написать «Братья Вайнеры». И вот когда мы открываем, описание видим по структуре, мы уже понимаем, что ага, вот он, заголовок, а вот на титульном листе было вот так написано. Это за косой чертой мы указываем. Но библиограф ещё использует, и каталогизаторы иногда используют ещё такая область примечаний. Есть для печатных источников. Ну, туда ещё записано, что на обложке указано вот так-то. А за косой чертой пишут правильно. Ну, для небиблиографов можно более такой простой способ использовать эту область. Ну вот, про заголовок мы с вами поговорили. Все нюансы смотрите в «Гости 2000». И вот у нас был вебинар, мы там тоже прям вот весь этот ГОСТ разбирали по кусочкам, по авторскому заголовку точно. У нас на очереди с вами ещё знаки предписанной пунктуации. Не-не-не-не-не. Или обоих, Ольга, или обоих, или просто пишем братья Ванер, что написано у вас на титульном листе. Либо так, либо так. Тут варианты могут быть. Про нормативные законодательные ресурсы. Ещё один момент, обращаю ваше внимание. Вот два описания. Может идти под заглавием, может идти под заголовком. Вот второй вариант, он более предпочтительный в соответствии с новым ГОСТом. Чаще всего даётся вот так. Но вы можете встретиться и вот с таким вариантом. Ещё где-то в работах пишется, или в методических указаниях ещё сохранилось. Это одно и то же. Но вот это под заголовком, а здесь у нас заголовка нет. Поэтому для тех, кто пишет методические рекомендации, коллеги или проверяет их, или сам помогает разрабатывать, составлять, вот на это обратите внимание. Один какой-то вариант выбирайте, вот этот предпочтительный, чтобы студенты не путались. Ну и когда мы находим в разных источниках, ссылки мы же берём оттуда, немножко перерабатываем, вставляем к себе, но используя при этом источники в своей работе, конечно же, мы можем тоже встретиться вот с разными вариантами, например, нормативных актов, законодательных. Либо так, либо так написано. И если в нашей методичке написано, что под заголовком, нам надо поставить заголовок и вот это вот переделать, вот в этот формат. Вот на это тоже обращайте внимание. И знаки пунктуации. Знаки, предписанные пунктуацией. Они простые. Они как были, так они у нас есть и применяются везде. В библиографических описаниях, в ссылках. Единственное, что в ссылках точка тире изменяется на точку. Но это мы уже помним. Но есть особенность. Вот некоторые знаки воспринимаются как, являются такими составными, а некоторые одиночные, как точка, запятая. А есть еще вот такие составные знаки, как точка тире, там скобки, косые черточки. Так вот там, где две косые, две скобки, точка тире, это считается как один знак. Они считаются как один знак. Поэтому поставили круглую скобку, не забудьте ее закрыть. То же самое с квадратными. Это один знак. И точка тире, она считается тоже как один знак. И вот это самый важный, наверное, для нас. Один из самых важных знаков. Он отделяет области библиографического описания одну от другой. То есть все, что внутри. Внутри у нас могут попадаться от одной точки тире до другой точки тире. У нас может быть разное количество элементов. Если их много, там могут быть и запятые, и двоеточие, и точка запятой, и даже многоточие встречаться. Но увидели точку тире, значит, у нас идет вот эта одна область. И внутри нее вот эти все знаки могут присутствовать. И вот следующая точка тире, это началась уже другая область. Значит, вот это богатство, которое между вот этими двумя знаками, это все одна область. Для чего это важно понимать? Когда мы ищем, столкнемся с вопросом и начинаем искать в гости. Боже мой, как тут написать, что, а вот у меня в источнике, а что говорит гост по этому вопросу? И начинается вот это лихорадочное искание. Так вот мы говорим, так, стоп, где у меня возник вопрос? Вот здесь. По схеме посмотрели, с кем я вам потом покажу. По схеме посмотрели. Ага, у меня вопрос в области издания. И я уже открываю гост. Область издания. И там уже разбираюсь со всеми этими знаками, что надо указывать, что не надо указывать, в какой форме. Правильно я записал, неправильно я записал. Смотрю пункты, смотрю примеры, смотрю образцы. Но я уже делаю это осознанно. Я понимаю, где у меня возник вопрос, и я сокращаю вот это лихорадочное листание гостов. Структура госта, она тоже очень интересно, так выстроена. Четвертый раздел, это вот общие правила, которые касаются всех описаний. Они идут по областям, ну примерно как мы сейчас с вами идем. Пятый раздел называется одноуровневое описание. Что это значит? Это одна книжка, один сборник, один журнал, одно видео, что-то одно одиночное. Потом идет шестой раздел, многоуровневое описание. Вот если у нас многотумник, если у нас сериальное издание, оно выходит там в серии, оно выходит в выпуске тома есть, увидели опознавательные знаки, продолжающиеся издания. Все, мы идем, сначала мы смотрим шестой раздел, а потом идем к общим правилам, смотрим, а что там написано в четвертом разделе. Если у нас одна книжка, мы смотрим пятый раздел, там они тоже внутри разделов выстроены по областям. Повторяю, смотрим, что там, определили, в какой области у нас проблема, что у нас за источник. У нас одна книжка, мы идем в пятый раздел, находим эту область, смотрим ответы, если вопрос остался, в четвертый раздел смотрим эту область и находим ответ на вопрос. Если у нас многотумник или продолжающиеся издания, сначала мы смотрим шестой раздел, также в соответствии, какую область нам надо посмотреть, а потом идем в четвертый. А седьмой раздел, это составная часть ресурса. Если у нас статья из сборника журнала, кусочек из книги, вот мы сначала смотрим седьмой раздел, а потом идем в четвертый. Ловили смысл. Вот для этого нам как раз структура, понимание структуры и нужно. Наизусть запоминать не надо, главное иметь подсказку под рукой, шпаргалку и сообразить, понять, где у меня в моем библиографическом описании возник вопрос, как называется эта область. И вот тогда ГОСТом управлять становится гораздо проще и легче на самом деле. Меньше листаний, меньше паники. А то мы так наугад иногда открывают студенты. А вот я нашел, а вот здесь в ГОСТе написано. Да, но это написано для составной части, для статьи. А у тебя-то не составная часть, у тебя-то книга, монография. Но зато нашел. Ну, молодец. И несколько... Еще такая сложность, которая у нас бывает с знаками предписанной пунктуации. Пунктуация в библиографических описаниях, она многофункциональна. И у нас есть обычные грамматические знаки, особенно в заглаве они используются, и знаки предписанной пунктуации. Вот предписанная пунктуация это опознавательный характер для областей, элементов, и он позволяет нам понять, где мы находимся в нашем библиографическом описании, и что... Где мы находимся, где у нас возник вопрос, что мы вообще сейчас делаем. Они как раз и позволяют нам понимать и опознавать отдельные вот эти области, элементы. Причем в описаниях на разных языках. Даже если мы язык не знаем, но мы знаем структуру библиографического описания, еще один плюс, мы можем даже на чужом языке разобраться с этим библиографическим описанием, если нужно его переделать или указать правильно. Мы понимаем даже, как найти эту книжку, где ее найти, и вообще, эта статья из журнала или из книги. Хотя они могут, конечно, по внешним признакам тоже отличаться, но вот это правило, оно тоже сохраняет. И употребление библиографических знаков, оно не связано с нормами нашего языка. Поэтому иногда он вам, когда вы ставите двоеточие, может вам выдавать это как ошибку. Вордовский файл, например. Нечего успокоить его, что это не грамматика, это библиография. Но так как в качестве знаков предписанной пунктуации используют знаки и математические, и математические, как мы видели, скобки, плюсики, и равно, и знаки припинания, как в грамматике, то их легко перепутать. И поэтому придумали такое правило, вернее, приняли правило, что знаки библиографические предписанные пунктуацией выделяются пробелами с двух сторон. Вот как в нашем примере. Если видите знак, отделенный пробелами с двух сторон, ну и между инициалами тоже лучше оставлять пробелы, ну как бы по правилам, оно так правильнее. То вот эти знаки, это уже библиографические. Вот он у нас. Вот, вот, вот на это двоеточие вордовский файл всегда ругается. Пишет, нет, надо поставить вот сюда. Нет, 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 это библиографический знак, поэтому он отделен на двоеточие. Двумя пробелами. И есть, но есть здесь и свои исключения. Точка и запятая. Они приклеены к следующему, к предыдущему слову. Они не отделяются. Почему? Потому что мы два раза библиография, знак припинания, и, например, особенно в сокращениях, и библиографический знак не ставим. Вот сюда вообще у нас есть сокращение, надо было бы поставить точку, да, вторую. Но две точки не ставим. Они как бы сливаются. Вот эта точка у нас исчезает. Студентам как-то проще объяснять, сливаются они в одну. И поэтому мы ставим одну точку. Вот она. Она идет и как сокращение, берет на себя вторую функцию, и грамматическую, и библиографическую. Поэтому ее не отрываем. Точка и запятая не отделяются. Они могут носить и смысл как грамматический, и библиографический. Поэтому вот это вот запоминаем. И поэтому в знаке точка тире у нас пробелами выделяется только тире. Но знак один считается как один знак. Она немножко отделяется от него. Вот поэтому. А все остальные, да, отделяются. После запятой перед инициалами. Да, конечно. Конечно. После фамилии перед инициалами обязательно у нас идет пробел. Вот она запятая. Здесь она носит библиографический смысл. И потом вот через пробел у нас инициалы идут. Здесь все как правило. Иногда они совпадают. Как бы грамматическое и библиографическое. Но иногда не совпадают. Но вот с точками я, например, при сокращениях, особенно студентам вам так объясняю, что точки у нас сливаются в одну, чтобы два раза не ставить одну и ту же. И вот тогда считается как один знак. Еще одна особенность, коллеги, связанная со знаками и областями. Когда у нас какой-то области не хватает. Смотрите, еще такая фишка есть. Область или элемент. Мы обычно привыкли, как сначала у нас по грамматике заканчивается, и потом ставим нужный знак припинания. Грамматический знак. А в библиографии наоборот. Знак до области. То есть вот это двоеточие, оно относится не вот сюда, а вот сюда. Двоеточие и пошел элемент. Знак, касая черта, он отделяет. Вот он. Раз. И пошел элемент. Точка тире и пошел элемент. Двоеточие и пошел элемент. Вот так вот. Для чего это, для чего это делается? Для чего это важно помнить? Когда мы убираем какой-то элемент, например, нет у нас, ну нет у нас вот объяснений, что это монография. Ну просто нет и все. И нам нужно этот элемент не указывать. Мы его пропускаем. Мы пропускаем элемент не с последующим знаком, а с предшествующим. То есть убираем элемент и предшествующий ему знак. То есть у нас не будет ни двоеточие, ни монография. У нас будет вот так вот. Кросскультурная организация. Пробел. Потому что касая черта у нас отделяется двумя пробелами. И пошел следующий элемент. Или у нас, например, нету... Ну, допустим, у нас нету там издательства. Издательство. Тогда мы убираем издательство. Можно даже убирать элементы или области с конца. Тогда мы точно не промахнемся. От названия убираем, знак оставляем. Вот. И убираем двоеточие. Вот. Вот это у нас не будет. У нас будет Воронеж. Предыдущий, вот этот последующий знак, он к году относится. Да? Запятая. Воронеж, запятая, год. И дальше пошло описание. То есть всегда сначала знак, потом название элемента или области. В инициалах, да, но в ГОСТе 2008 года по ссылкам вы можете столкнуться с тем, что там пробел между инициалами не ставится. Вообще, ну, по грамматике мы как-то разбирали. У нас были жаркие дебаты на вебинаре с коллегами, что инициалы вообще полезно ставить между... Пробел между инициалами. И в Новом ГОСТе по ссылкам на электронные документы тоже ставится, идет вот в таком формате запись с пробелами, с пробелами между инициалами. Ну, вот такое ощущение, что ГОСТ 2008 грядет у нас переработка, потому что он напрашивается уже. Вот в Новом ГОСТе по ссылкам на электронные документы, да, там тоже идет с пробелом. Если нет издательства, ставим... Да, Вера, мы сейчас просто разбираем, если совсем по правилам, то мы будем ставить, где-то ставим, где-то нет. Мы просто разбираем, вот как пример, если область у нас исчезает, то мы ставим, убираем вместе с предшествующим знаком. Ну, вот как мы посмотрели. И еще один момент. Если заглавие у нас заканчивается на какой-то грамматический знак, да, вот у нас, что означает ваша фамилия, ставим мы его или нет. Мы ставим и библиографический, и грамматический знак, если это не точка, если это не многоточие. Если грамматический и предписанный знак присутствует и должны быть, то в библиографическом описании приводим оба знака. Это чаще всего происходит именно в области заглавия. Ну, вот если такой пример, там, восклицательный знак будет стоять или там еще что-то, да, то вот мы его сюда ставим. Если многоточие, его тоже ставим, потому что последующий знак у нас другой, не точка. Вот все, мы его поставили, и здесь все как есть, так и записываем. Вот здесь, обратите внимание, у нас двоеточие вот здесь в описании. И если бы мы, почему я говорю, важно открывать источник и смотреть, как написано на титульном листе. Если бы у нас этого не было, мы не видели сам источник, а видим только библиографическое описание. Вот здесь мы понимаем, что это библиографический знак, он отделен двумя пробелами. И дальше идет пояснение, что это такое. Это учебное пособие, да, вид документа указывается, ресурсы. А вот здесь знак, надо его отделять или не надо? Потому что есть еще другое заглавие. Его тоже записывают через двоеточие после основного заглавия, но с большой буквы. И вот нам надо понять, это вообще другое заглавие или это часть заглавия. Надо здесь пробел ставить, не надо здесь пробел ставить. И здесь мы без источника не обойдемся. Мы должны посмотреть, как написано на титульном листе. Вот как написано на титульном листе, ровно то же самое мы переносим в свое библиографическое описание. Вот на этот момент, коллеги, обратите внимание. Вот здесь стоит двоеточие, да, грамматическое. Мы его сюда записываем, никаких пробелов не добавляем. Это не библиографический знак. Он записан так, как его запланировал автор. И вот посмотрите, в связи с этим, коллеги, в последнее время просто идет такой вал вот этих путаниц с двоеточиями. Где ставят, где не ставят. Сейчас я попробую вам даже найти. Вот такой пример. Вот такая вот статья. Просто заголовок и заглавие. Дальше описание. Кусочек мы из него взяли. Автор. В чате я его вам кинула в качестве примера. Кучерова АО. Это автор. Потом смотрите, внимание. Дальше пошло заглавие. Хана Арендт и Марсель Пруст. Это название статьи. От романа документа к рассказыванию историй. Вот в описании было написано вот так. И видите, двоеточие отделено двумя пробелами. То есть такое ощущение, что вот это вот за двумя точками у нас пошло уже от романа документа. Это пошло либо второе заглавие, либо это сведения, относящиеся к заглавию. А если мы откроем саму статью в журнале, в самом источнике, вот я вам даже ссылочку, я его дам. Потом посмотрите. В качестве примера, кстати, можно использовать. Вы увидите, что как в нашем примере на слайде, двоеточие – это авторский знак, грамматический, и он в заглавии присутствует. Вот здесь лишние пробелы. Его не надо было допускать. Но мы это смогли установить только когда открыли сам источник. Поэтому не пренебрегайте. С большой буквы мы писали и с маленькой, и с большой. Людмила, после двоеточия с большой буквы пишется только другое заглавие. Например, времена года – четыре сезона. Времена года – одно заглавие, четыре сезона – другое заглавие. Они как бы не слишком связаны друг с другом. Поэтому они записываются теперь не через точку, а через двоеточие. И так как это заглавие, но другое, оно пишется с большой буквы. Все остальные – учебное пособие, монография, поясняющие сведения, раскрывающие, а что это такое у нас. Это пособие, это учебник, это христоматия. Они пишутся всегда с маленькой буквы. С большой буквы всегда записывается начало новой области. Если стоит точка, после нее пишется все с большой буквы. Все остальное. И вот еще исключение названия издательства. Все остальные элементы внутри области, они записываются с маленькой буквы. Вот был бы у нас здесь полозов, а потом пошло бы под редакцией. Вот под редакцией мы писали бы с маленькой буквы. Потому что они внутри одной большой области. А фамилию редактора, конечно, по правилам писали бы с большой. Вот такая вот еще особенность есть с этими двоеточиями. Поэтому, коллеги, сразу открывайте источник и проверяйте, как на самом деле выглядит название, чтобы не запутать себя, не запутать всех остальных. Ну и если элементы или области у нас пропускаются, то нет их в нашей книге, то, конечно, мы их здесь и не указываем. Вот здесь, смотрите, вот здесь у нас какой знак должен был бы стоять? Нужно ли нам здесь что-то дописывать? Ну да, в сведениях об ответственности. Да, совершенно верно. Точка, точка запятой мы сюда должны поставить, отделенную пробелами. Вот сюда точка запятой, пробел, а потом пошло под редакцией Иванова. Вот тот самый случай. Точкой запятой отделяются разные группы. То есть сначала мы говорим про авторов, и в сведениях об ответственности первые сведения мы приводим. А потом пошли объяснять, что еще есть редактор. Ну вот, уже другая группа. Группа авторов, группа редакторов. Будет у нас группа иллюстраторов, мы их тоже проведем через точку запятой. Под редакцией в последнем у гостя принят курс на минимизацию сокращений, хотя не запрещено. Ну вообще легче указывать полностью. Дольше писать, но проще выполнять. Потому что мы не задумываемся, как правильно сократить. Если мы берем сокращениями, и в методичке у нас указано, что мы приводим, только за исключением некоторых областей, обратите внимание, и в гости это прописано, в каких областях не допускается сокращений. Во всех остальных в принципе можно, но если уж начали сокращать в одном описании, то во всем списке, будь у вас там 200 источников, вы должны будете применять это правило. Взялись писать полностью, пишем везде полностью. Увидели, взяли описание с сокращениями, мы его в соответствии с нашей методичкой должны написать полностью. Или наоборот. Поэтому вот на это обращайте внимание. Город не сокращается, пишем полностью. Место издания. Во всех остальных областях можно и под редакцией, и под ред, но опять же, тогда вам понадобится еще два дополнительных ГОСТа. Правила сокращения иностранных слов на иностранном языке и правила сокращения слов на русском языке. И сокращать каждое вот это сокращение, проверять еще по тому ГОСТу. Вот студенты сказали, что так, конечно, дольше, но легче и, оказывается, быстрее, когда пишем полностью. Если длинные заглавия, особенно старые печатные издания, там мы можем сокращать, оставляя смысл. Тут еще много-много было дополнительных слов. Заменяя их на многоточие. Тоже отделяется пробелами с двух сторон. И это свидетельствует о том, что у нас здесь это библиографический знак, да, и вот здесь еще какой-то кусочек текста у нас пропущен. Ну, следить, чтобы остающаяся часть не менялась логика и суть самой работы. Вот на это тоже. И опять же напоминаю, если убирается элемент, то он убирается с предшествующим знаком. Если у нас нет редактора, то мы убираем. Вот так у нас будет просто фидасюк, и дальше точка тире, потому что она относится уже к следующей области, к следующему элементу. Вот это вот редактора и его точку запятой мы отсюда убираем. И по областям и элементам быстренько с вами пройдемся. Области библиографического описания – это, ну, как большие блоки, да, как блочное строительство. Был у нас уже такой пример, но он очень так наглядно показывает. Из которых строится дом. Ну, вот этот каждый блок, область, она состоит из одной или нескольких деталей, элементов библиографического описания. То есть у нас может быть блок, где есть дверь, есть окна, есть балкон, есть еще что-то, да, там, лепнина какая-то. А есть блок, который состоит из одной двери, а есть блок, который состоит из двери, там, одного окна или двери двух окон. Они могут быть разные. Количество элементов в каждой области может быть разное. И точно так же в областях библиографического описания может быть такое разное количество блоков, совершенно разнообразно. Знаки предписанной пунктуации – это тот раствор, который скрепляет эти области и элементы внутри областей. Но для элементов и областей нужен разный раствор, поэтому для блоков, они же больше, растворы должны быть посильнее. Вот точка тире, она самая вот такая скрепляющая. А внутри блока, внутри области можно использовать и другие растворы, немножко меньше, послабее. И вот там используются запятые, точка запятой, там, двоеточие. Это значит, что они скрепляют элементы внутри одного большого блока. Они скрепляют у нас вот эти вот окошки между собой, окошки с дверьми, да, там стоят двоеточие у нас между ними. А вот сам блок, он же гораздо больше, он тяжелее. И вот тогда он скрепляется другими блоками точкой тире. Ну, это вот немножко такая визуализация, чтобы не очень было страшно. И какие области в библиографическом описании, согласно новому ГОСТу, у нас есть? Во-первых, все элементы библиографического описания делятся на три части. Обязательные, условно-обязательные, факультативные. И, соответственно, все описания по полноте могут быть либо полные, расширенные и краткие. В зависимости от того, какой набор элементов мы здесь используем. Полные – это самое большое, то, что и применяется для каталогов и в библиотеках, для электронных каталогов, для ручных каталогов. Расширенные – это все обязательные элементы. И плюс еще некоторые условно-обязательные. А самое краткое – это только обязательные элементы. В факультативные чаще всего применяются только в полном описании. Поэтому мы имеем чаще всего дело либо с расширенными, либо с краткими описаниями. Марина Якимова под редакцией сразу после косой черты. Что с маленькой буквы? Часто пишут с большой. Сразу после косой черты, если у вас идет под редакцией, под ред вот это вот с маленькой буквы, фамилию инициала автора с большой. Это же внутри одной области у нас. Это просто элемент, который отделяется. А область у нас та же самая. Если это как первые сведения у нас используются. И вот чем у нас отличаются полное и полное описание, расширенное и краткое. Вот пример полного описания. Вот он, наш дом. Все-все-все приведено и с портретами, и с сантиметрах, и чуть ли не с тиражом, и ценой. Хотя такое тоже может быть. Мы убираем все факультативные элементы. Вот мы их убрали. У нас осталось только расширенное описание. Обязательные и условно обязательные элементы. Вот мой кусочек убрали. Если мы еще сократим, у нас останется краткое описание. Вот совсем-совсем маленький кусочек дома. Но здесь достаточно элементов для того, чтобы найти эту и понять, что это за источник, и суметь его найти в открытых источниках, либо в каталоге. Вот такие варианты. В списках источников чаще всего применяется вариант расширенного описания, потому что мы добавляем текст непосредственный, текст электронный, вид содержания средства доступа, дополнительное. ДОИ может у нас использоваться, он относится к условно обязательным элементам, но мы его все равно добавляем и лучше его указывать, потому что он позволяет нам быстро находить этот документ. Ну вот такая вот история. И краткие описания, с них лучше начинать знакомство с библиографическими описаниями и требовать, когда говорят, школьники, учащиеся колледжей, даже студент первого курса, ну на втором уже расширенное будем применять. Ну вот только-только начали, для самых первых работ лучше использовать вот краткое описание СБН, лучше указывать, потому что все равно это обязательный элемент, и мы его обязаны указать. Иногда начинают вот совсем для школьников, ну вот на страницах закончились, и ладно, а потом, пожалуйста, вот это вот добавляем, потому что элемент обязательный, нам без него никак. Это один из элементов, по которому мы можем спокойно найти книжку, именно ту книжку, о которой идет речь вот здесь. И области описания. Вот так они выглядят у нас сейчас всего 9 областей описания. Область вида содержания и средства доступа, вот она сюда у нас переехала, вот здесь мы указывали, да, текст, помните, текст, электронный ресурс в квадратных скобках, мы это указывали вот здесь, после основного заглавия, из этой области оно стало уже не элементом, а областью выросла в чине, и перебралось уже в свое место, получила самое последнее. То, что мы сейчас пишем, текст непосредственный, текст электронный, вот оно здесь. Вот так они следуют друг за другом. Ну и как они отделяются знаками предписанной пунктуации, вот немножко другая визуализация того же самого. Какая область следует за какой. Соответственно, если у нас какой-то области нет, у нас удаляется сама область, вот специфическая область материала, да, и предшествующий ей знак. Соответственно, это место освобождается, на его место переезжает знак и следующая область со своим знаком. Они сюда перемещаются. Соответственно, в описании у нас будет только те элементы тех областей, которые в самом описании есть. А какие они могут быть, вот полностью-полностью все-все-все, оно здесь приведено. Когда используются квадратные скобки? Наталья, квадратные скобки в библиографических описаниях используются, когда мы берем сведения из непредписанных источников информации. Например, у нас нигде не написано, что это учебное пособие на титульном листе и на обороте титульного листа. А в введении или в предисловии мы вдруг обнаружили, что здесь написано, что оказывается, это не просто монография, а учебное пособие, рассчитанное на, не знаю, лиц старше 40 лет. Ну, к примеру, да. Вот где-то там в введении, в предисловии мы это нашли, но это не предписанный источник информации, потому что в ГОСТе еще написано. Либо мы сами на основе анализа документа стали разбираться вообще, что это за книга, пришли к выводу, что это вообще-то учебное пособие, но нигде про это не написано. Нам надо показать. Люди же будут искать, и мы хотим, чтобы они нашли и пользовались этим пособием. И вот тогда в сведения, относящиеся к заглавию, мы записываем учебное пособие, но берем его в квадратные скобочки. Это значит, что информация есть, но не на том месте расположена, не из предписанного источника, но она существует. Или извне мы где-то информацию эту нашли, автор где-то писал о своей книге и написал, что это, в общем, можно рассматривать и использовать в качестве методических рекомендаций или учебного пособия. И вот тогда мы берем, это запишем к себе в описании, но возьмем в квадратные скобочки. Вот, это вот в этом их основной смысл, это если совсем коротко. Вот такая схемка у нас есть. И теперь прям быстренько пройдемся по областям, что у нас там. Самая большая область, это самая первая область, заглавие и сведения об ответственности. В области заглавия и сведения об ответственности у нас очень и очень много элементов. Те, которые основные, которые обязательно, обязательные, которые должны быть, вот они выделяются, я вам такую схемку прямо этой области привожу и выделяю жирным, что должно быть. То, что обычным шрифтом это, ну, как бы условно обязательные, может быть, факультативные элементы, да, простым шрифтом условно обязательные. В факультативные, пожалуй, вообще рассматривать не будем. И вот как эти элементы будут отражены в реальном библиографическом описании. Вот они, видите, у нас есть схемка. Основное заглавие обязательно должно быть, ну, как же это без заглавия, да, без автора, без заглавия, без места и года издания из издательства. Ну, стоит ли цитировать такой источник. Вот у нас заголовок, с которым мы разобрались. Вот пошло основное заглавие, вот оно, вот оно, вот оно. За двоеточием у нас идут сведения, относящиеся к заглавию. В данном случае мы указываем, что это учебное пособие. Потом у нас идут сведения об ответственности, они за косой чертой. Вот мы их указали. Обязательные – это первые сведения об ответственности, то есть об авторах. Даже если один автор, мы его сюда повторяем. Но с инверсией. Сначала инициалы, потом фамилия. Ну, вот так вот. Или в той форме, как мы говорили, как это указано именно в титульном листе. Было бы написано просто там «Тамара Буторина». Мы бы написали здесь «Тамара Буторина». И когда мы видим, мы понимаем «Ага». Вот официальный заголовок, а на титульном листе написано вот так. Вот под редакцией кого-то это последующие сведения. Они могут не указываться. Если вы выбираете вариант расширенного или краткого описания, то и в качестве рекомендуемого своим ученикам, учащимся, обучающимся, вы можете указать, что нужно указывать только первые сведения об ответственности. Последующие сведения об ответственности можно опускать. И вот это вот они уже могут не указывать. Ну, и дальше пошло вот все остальное. Тамарочка за косой чертой, да, либо в примечаниях указать, что на титульном листе указано вот так «Тамарочка». Буторина, Тамара имя... Нет, если на титуле Буторина, Тамара, то вот сюда записываем. Как на титуле написано, так мы сюда и записываем. А вот сюда мы записываем только вот в таком формате заголовок. Только фамилия, потом инициалы. И никак иначе. А вот здесь, как на титульном листе, так и запишем. Вот в таком порядке. Вот так это выглядит в реальном библиографическом описании. А вот так выглядит схема этой области. Если элемент повторяется, он повторяется с предшествующим ему знаком. Помните, когда мы смотрели про законодательство, там очень-очень много было через двоеточие, да. Раз-дваточие, два-тваточие, три-дваточие. Это повторяется один и тот же элемент. И он повторяется с предшествующим знаком. Да, Юлия, как указано на титуле, то будет либо так, либо так, как на титульном листе указано. И тот, и другой вариант. И вот оно, то, о чём я вам говорила. Сведения, относящиеся к заглавию. Одно слово не сокращаем никогда. Учебник до уч не сокращаем. Сборник до СБ не сокращаем. Материалы до мата, простите, не сокращаем. И для наших законодательных нормативных актов и патентов у нас сократилась одна область в этом плане. И для вот этих видов документов у нас с вами переехала вот сюда. Потом мы про эту область будем говорить, я вам покажу. Ну вот сначала вот их место жительства здесь. Мы указываем заглавие. Вот пошло. Федеральный закон, вид нормативного акта. Мы указываем. Он всегда будет с большой буквы федеральной. Номер. Потом у нас опять двоеточие. Это тоже сведения, относящиеся к заглавию. Вот видите, вот эта вот схема. Обозначение документа, то есть вид нормативного акта. Дата введения принятия, дополнительное сведение о ресурсе, если он есть, вместо которого введен. Если вводится впервые, то сюда записывают введен впервые. И вот одобрение, это тоже все через двоеточие записывается. Вот с документами теперь такая история. Теперь записывается вот так. Вот он наш заголовок. Вот заглавие. А вот дальше пошло. Вид нормативного акта. Записали. Ставим двоеточие. Принят. Кем когда записали. Дата введения. И кем принято. Кем одобрен. Дата одобрения. Вот мы ее сюда записали. И еще сюда мы могли бы через двоеточие написать. Введен впервые. Если он принят вместо, то мы бы через двоеточие дописали. Принят вместо федерального закона номер. У него будет уже другой. Вместо какого закона принят. И дальше пошло уже вот остальное описание. Вот такая вот сложная схема для законодательства. Хотя в принципе простая. Мы все данные про этот закон записываем только отделяя их двоеточиями. Вот они здесь у нас приведены. Область заглавия и сведения об ответственности. Вот у нас есть источник. Что мы запишем в эту область? Ну, заголовок мы опускаем. Открываем сам источник. Видим титульный лист. Видим, что у нас есть с двоеточием и заканчивается еще скобочкой заглавия. Сейчас посмотрю. У нас был вопрос про... Как отличить одно заглавие? Ольга Веселова спрашивала. Стоящее из нескольких предложений, между которыми отсутствуют знаки пропинания и другое заглавие. Смотрите по... Ну, здесь скорее по логике. Не всегда это возможно определить вот прямо вот так вот сходу. Ну, смотрите, во-первых, по типографскому способу представления на титульном листе. Во-вторых, есть ли в заглавии точки и насколько они логически связаны между собой. Например, если у вас идет заглавие 2, как бы заглавие, как заработать миллион секреты счастья и успеха, то вот это скорее будет второе заглавие. Как заработать миллион и секреты счастья и успеха, секреты быстрого обогащения. Они как бы не связаны, логичны друг с другом. То есть в принципе они могут существовать отдельно. Они отделены друг от друга. А вот в данном случае, например, у нас мы не можем вот это вот даже типографским способом выделено, но это одно заглавие, мы не можем его разделить. Разрывается, смысл теряется. Вот здесь вот такая история, здесь его не разделишь. С точками, есть ли в авторской еще вариации в заголовке идут точки, например, новичок, менеджер, генеральный директор. Новичок, точка, менеджер, точка, генеральный директор, точка. Как бы пособие для начинающих, для начинающих лидеров. То пособие для начинающих лидеров мы в сведения, относящиеся к заглавию, запишем. А вот это заглавие мы запишем через точку, как одно. Оно как одно целое идет. То есть здесь приходится иногда размышлять, куда оно отнесется. Так, рекомендательные списки. ИСБН лучше указывать до списков указателей ИСБН. Ну, это обязательный элемент. Поэтому ИСБН, ИССН и в ДОИ, особенно сейчас стали появляться, их тоже лучше указывать. А это обязательный элемент. Так, еще сейчас вопросы посмотрю, что не потерялись. В течение имя, в течение жизни. Да, указывайте так, как приведено на титульном листе то, что приведено. А это можно указать в примечаниях, что ранее именовался так-то. Да, по псевдонимам, да, здесь опять же смотрите, псевдонимы указываются в нашем вебинаре. Посмотрите по заголовке. Мы как раз разбирали этот пример с Киром Булучевым. Да, где указывается псевдоним, а где указывается реальная фамилия. Там тоже есть об изменении имени, о появлении псевдонима у автора. Ну, если это необходимо, Евгения, если это связано непосредственно с имеющимся источником, то тогда лучше указывать. Тогда можно в примечаниях указывать. Вообще сам источник надо посмотреть, как там указано. Так, будет ли запись? Вопрос тоже вижу. Да, запись обязательно будет. Но идем дальше, коллеги, начнем. Не добежим до конца. Вот так будет выглядеть наша... Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас до этого, Светлана, дойдем. Не пугайтесь, коллеги, мы сейчас быстренько это посмотрим. Вот так будет выглядеть наша область заглавий сведений для нашего источника. Автора поставили. Вот оно, наше заглавие. Вот, как есть, так мы и записали. Делаем пробел и первые сведения об ответственности указали автора. Все, у нас область готова. Дальше мы переходим уже к области издания. Если у нас указание есть, что это издание второе, там, 25-е, 158-е, то это мы здесь обязательно указываем. Через... Это новая область, поэтому точка тире. Вот здесь чаще всего указываются сокращениями. Указываем так, как приведено на титульном листе. Написано там второе издание, мы указываем второе издание. Написано там издание второе, мы указываем издание второе. И вот вы задавали вопрос, где с большой буквы. Новая область с большой буквы. Хотя на самом титульном листе может быть написано с маленькой. Дополненное и переработанное – это дополнительные сведения об издании. Вот два обязательных элемента, которые мы здесь должны привести. Вот как написано, так мы и приводим. Написано там исправленное и дополненное, мы пишем «испро» и «доп». Вот здесь приводится уже с сокращениями. Вот мы его привели. Все, вот это простая область, несложная. Ну, там много нюансов, но мы их сейчас не трогаем. Просто указываем то издание, которое есть у нас на титульном листе. И дальше мы можем переходить к месту издания. Вот, еще одна область. У нас есть специфическая область материала или вида ресурса. Вот то, что я вам говорила. В этой области раньше собирались данные для законодательных, нормативных актов, патентов, стандартов, ГОСТов различных. Вот они как раз и переехали в область оглавия и сведений об ответственности. Вот сюда. Вот то, что мы указывали про закон. Помните, много двоеточий. И через них мы записывали данные. Раньше они находились после области издания перед местом публикации, перед местом издания, перед городом. И если вы сталкиваетесь со старым описанием, где они находятся, вот там их надо перенести наверх. Электронные ресурсы, наоборот, из этой области переехали в область примечания. Данные про электронные ресурсы. А здесь остались только для нот, для картографических изданий и для сериальных изданий. Номер выпуска тома. Вот этот, оно осталось здесь. И место, область публикации, производства, то, что раньше называлось выходные данные. Первое место издания – обязательный элемент. Имя издателя – обязательный элемент. И дата публикации – обязательный элемент. Город, издательство, год. Есть ли у нас, например, два города и два издательства? Может быть такой вариант. Когда мы его записываем, вот как в этом примере. Точкой с запятой мы отделяем одинаковые группы. Вот у нас есть группа. Город и издательство. Город и издательство. Две одинаковые группы с одинаковыми элементами. Эту записали. Знак поставили, который положат. Отделяем точкой с запятой, пишем второй город и второе издательство. Но мы можем записать и проще. По первому месту издания и по первому издательству. Так как они являются обязательным элементом. А вот это уже мы можем опустить. Поэтому либо выбираем совсем-совсем правильный вариант. Либо записываем первое издательство и первое место издания. Если у нас одно издательство, но два города. Вот тогда мы записываем города через точку с запятой. А через двоеточие мы записываем издательство. Оно будет одно, а вот городов у нас может быть два. Сведения о месте издателей. Но опять же, мы второе место издания можем опустить. У нас с вами первое место издания. Оно основное. Сведения о месте издания. Вот спрашивали про без места, без издательства. Это да. Вот для газет, журналов и сайтов мы вот эти данные опускаем. Тогда мы без места и без издательства не пишем. Во всех остальных случаях, прежде чем поставить вот эти обозначения, то сначала смотрим по всему изданию. Возможно, там, где это в непредписанных источниках, по месту типографии, в конце книги, мы эти данные можем найти. Тогда мы их в квадратных скобках, но запишем. И место издания, и город, и издательство. Ну и вот как будет выглядеть наше описание, когда мы дополняем его сведениями об ответственности. Мы дополнили, и нам теперь нужно еще вот отсюда взять данные для выходных данных. Вот они на титульном листе, и у нас получается, вот он, наш вариант. Москва, Берлин, Директ Медиа, 2021 год. Вот мы его записали. Несложная область, но там есть свои нюансы. Вот был вопрос, я видела в чате, про ООО, издательский дом и прочее. Нужно их записывать или не нужно. Если это не является частью названия самого издательства, и без него вполне может существовать, то не записываем. Все вот эти, господи, забыла, как же они называются, ООО, АО, НКО, форма регистрации, да, форма, господи, юридическое, юридическое лицо. Вот эти сокращения не пишутся, пишется только само. Да, во, спасибо, Наталья. Форма юридического лица пишется само название. Но если у вас идет, например, издательский дом Сытина, мы понимаем, что слова издательский дом – это составная часть названия. Вот это все названия, издательский дом Сытина. Мы не можем их выкинуть и оставить просто Сытина. Кто такая Сытина? Непонятно. Тогда мы записываем издательский дом Сытина. А если у нас написано, вот как, например, вот здесь у нас идет, в нашем примере, Директ Медиа, да, а это издательский дом Директ Медиа, он везде идет с сокращением юридического лица, да, формы ИД. Еще там есть ООО или там ОАО, АО, ИД Директ Медиа. Мы этого не пишем, мы пишем просто название Директ Медиа, потому что вот это само по себе название издательства. То же самое Питер, Спорт Пресс, Стандарт Информ. Просто одни названия. А вот эти юридические формы, мы их выкидываем. Но если у вас идет издательство Уральского университета, слово издательство записываем. Здесь тоже допускается сокращение. Издву Уральского университета или Уральского унта сокращения. В издательствах можно, потому что это не, ну, как бы оно не существует само по себе издательство, оно при университете, а основная функция университета все-таки обучение, а не издание. Поэтому мы записываем. Новь издательство, новь. Хороший вопрос про кавычки. Издательство, нет, слово. Вот честно скажу, не помню, оставляем мы вновь кавычки или нет. Посмотрим. По-моему, нет. Издательство, издательство Питер. А вы посмотрите, да, без кавычек, по-моему, идет. О, нет, русское слово, учебник. И все. Да, но в без кавычек, точно, точно, коллеги, да. О, не пишем, так и пишем, издательство, новь, и все. Без, без, о, без, без кавычков, точно. Коллеги, спасибо. Кавычки можно убирать. Питер мы же не пишем, да. Ну, и пишем. Да, в книгах много чего пишут. В книгах иногда и путают годы, и записывают по-разному. Поэтому здесь очень осторожно, особенно в последнее время, когда макет аннотированной карточки, индексацию и библиографическое описание авторы книг иногда пишут самостоятельно. В некоторых издательствах нет библиографов, которые это за авторов выполняют. Либо в целях сокращения там издательского цикла или стоимости издания. Авторы берут это на себя сами, либо им просто говорят, сами проиндексируйте, что надо. Напишите библиографическое описание. Вот кто как может, тот так и пишет. Поэтому вот с этим очень, очень аккуратно то, что написано там, и то, что пойдет у нас. Издательский дом Державинский. Вот здесь пишите, да, пишите со словом издательский дом, потому что непонятно, как Сытина, да, Державинский или Дзержинский, а что это, кто это. Тогда издательство, да, если входит название издательства, слово, его не выкидываем ни в коем случае. Там издательство, издательский дом, это оставляем. Если оно является частью названия, вот как Державинский и так далее. И без него непонятно, о чем идет речь, непонятно, что это издательство. Область физической характеристики. Здесь мы указываем количество страниц, файлов, DVD-ромов и прочее, объем, обозначение материала и объем. В страницах, файлах, в слайдах презентации, в чем мы будем измерять, в байтах, в DVD-ромах и сколько их. Вот это мы здесь и указываем. Страницы ИС, вот это. Вот, вся область у нас маленькая. Дальше есть обозначения, там, листы, портреты, цветные иллюстрации, сколько-то сантиметров. Это мы можем не указывать для нас. Самое главное, вот, обязательный элемент, это вот этот вот самый первый. Все остальное можно убирать из этой области для наших списков источников. Но вот смотрите, разница, где я с маленькой, где я с большой. Вот здесь мы говорим, что в книге 346 страниц, она толстая. А вот здесь мы говорим, что вот это для составной части ресурсов. На следующем вебинаре мы про составную часть ресурса будем говорить. Мы говорим, что находится статья, глава или то, о чем мы говорим, там, повесть, с такой, по такую страницу. Погенация. Вот это для составной части ресурса используется. Для библиографического описания мы чаще всего используем вот такую, для полного источника, вот такую форму в страницах. Сначала количество, потом страница. То же самое, там, 46 файлов. Пишем слово, не сокращаем F. Там, 180 слайдов. Пишем, и это уже слова будут с маленькой буквы. И вот мы сюда, после года издания, дополняем еще наш страниц. Вот обратите внимание, я вам немножко курсивом выделила. Вот такой формат записи для времени воспроизведения фрагмента. Или, если мы напишем вот так, у нас будет, без вот этой части, просто вот так. Это то же самое, что вот здесь для книг, это для видеофрагментов. Время и аудиоресурсов. Время воспроизведения. То есть сколько длится по времени. Доклад, выступление, презентация, лекция, фильм и так далее. Вот такой формат, он немножко отличается от того, что приведен в ГОСТе 2018, но он соответствует формату по оформлению ссылок на электронные документы самого нового ГОСТа. И он, в принципе, он правильный. Час 33 минуты 45 секунд. Время воспроизведения вот этого книги, видеофрагментов, мультфильма и так далее. В принципе, это больше отвечает. И лучше посмотрите вот эти два ГОСТа, выберите один из форматов. Здесь записывается просто 6 часов или 1 час 33 минуты. Вот так в ГОСТе 2018 предлагается записывать. Но смотрите, мы же делаем список, не просто описание. Мы делаем список источников, на основе которого потом еще будем оформлять ссылки. Представляете, если мы в список источников возьмем вот этот формат, потом скажем, нет, дорогой товарищ, а вот в тексте, когда ты будешь ссылаться, ты, пожалуйста, все по-другому записывай. Ну, зачем дополнительная лишняя сущность, если мы можем в методических рекомендациях сказать, что вот это мы записываем, область для видео, там, аудиофрагментов, согласно ГОСТу последнему, как он там у нас, R7100, 07100, по-моему, да, 108, 2022 года, вот, 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 вот такой формат. И тогда у вас и в описании будет одинаково, и в ссылках будет одинаково. Удобнее указывать и меньше путаницы. Ну, здесь просто смотрите сами, ну, я бы вот эту форму взяла, потому что она более правильная и везде именно в таком виде и записывается. Фрагменты и целиком, вот, время воспроизведения указывается. Это, кстати, соответствует ГОСТу на указание времени. И вот у нас, вот мы дополнили страницы. Практически мы уже собрали с вами, пройдя по всем областям, что где находится, откуда берется, и вот мы составили уже описание нашего источника. Осталась последняя область практически, да, ну, предпоследней. Серия многочастного монографического ресурса. Она очень большая. Мы туда сейчас не полезем. Это мы на курсе сделаем, посмотрим. И с ней более плотно будем разбираться. Потому что она для многочастных ресурсов используется и применяется активно. Но для нас главное. Основное заглавие, если есть ИССН, ИСБН, чаще всего ИССН, международный стандартный номер и номер выпуска. Но чаще всего мы обходимся одним основным заглавием. Если наша книга выходила бы в серии, например, «Вопросы истории». Эта серия на титульном листе, наверняка видели, да, так записано. Серия, там, университетская библиотека. Серия «Вопросы истории». То мы могли бы эту серию записать вот сюда, в область серии. И тогда мы прочитали бы в нашем описании, что вот автор, вот книга, вот где, когда и кем она была издана, вот насколько она толстая, большая, сколько там читать, и что она выходила в серии «Вопросы истории». А значит, если нас заинтересовала эта книга, мы можем найти в этом издательстве эту серию и посмотреть, а какие еще книги издавались. И это вот как раз хороший такой переход при подборе литературы под конкретную тему, при написании курсовых и дипломных работ, например. Область примечания в основном используется для ресурсов, электронных ресурсов и патентов. Вот здесь она приводится. Про ресурсы – это отдельная история про электронные ресурсы. Скорее всего, вебинар у нас с вами будет, но уже, наверное, в следующем семестре. Ну, вот напоминалка, что URL записываем, дата обращения обязательно, но если у нас публикация в электронном журнале, статья о том, мы можем вместо даты обращения писать дату публикации, если она указана. Либо так, либо так. Но это только для периодических электронных изданий. И примечания о режиме доступа. Если бесплатный – опускаем, а если платный, то указываем. И последняя область – это вот то, что вы спрашивали про ИСБН и ИССН. Да, ИСБН – международный стандартный номер, он является обязательным элементом. Его указываем. ИСБН и ИССН. Для нотных изданий ИСМН, новый сейчас появился номер, это все международные стандартные номера. Поэтому вы указываете тот, который у вас есть. Для книг – ИСБН. Для журналов периодических изданий и средств массовой информации – ИССН. А вот для нотных изданий недавно ввели номер, вот этот, ИСМН. Вот указываем его. Что у вас есть, то вы и указываете. Если у вас нет ИСБН, но есть ИСМН, вы его спокойно, с чистой совестью указываете, и все нормально. ДОИ. Он относится к условно-обязательным. То есть можем приводить, а можем не приводить. Рекомендация. Лучше указывать ДОИ тоже. Потому что по этому идентификатору нам легче найти книгу или статью, электронный документ. Этот документ и URL мы указываем, и ДОИ. Потому что ДОИ привязывается не к адресу сайта, где хранится этот документ, а к самому документу. Переедет этот документ на другой сайт или на другую страницу, URL уже не работает. Он вам будет показывать ошибку. А ДОИ, вы по этому номеру всегда этот документ, сам текст сможете найти. Он привязывается не к адресу, а к документу. Куда бы тот ни убежал, след цифровой за ним тянется. Если и то, и другое. Хороший вопрос. Что ставим, если и то, и другое? Помните, мы говорили, области у нас могут повторяться. Какой знак предшествует области? Вот так и повторяем. Если у вас идет и СБН, и ДОИ, не к статье, не к статье, про статье это другое. Да, совершенно верно, Юлия. Вот это и ставим. Указываем СБН, точка тире, указываем ДОИ. Два СБНа, два раза повторяем. Три СБНа, три раза повторяем. Три номера пишем. Они все обязательные элементы. А вот когда бывает два, когда бывает три, какие там нюансы, это мы уже на курсе с вами разбираем. Такое задание у нас там есть. И вот СБН нам осталось к нашему описанию добавить в конце. Берем у вас оборота титульного листа. И вот у нас наше библиографическое описание уже собралось. Но осталось только ДОИ, если оно есть. Тут еще элемент у нас добавится, URL у нас добавится. Кое-какие еще данные добавятся. Ну тогда мы его запишем вот сюда, тоже через точку тире. Пойдет ДОИ. Сначала СБН, потом ДОИ. Если нет СБНа, пишем ДОИ. Если есть СМН или прочее, то тогда пишем его. ДАЙ ИДН есть номер, его тоже указываем вместо, это как условно-обязательный номер, его указываем тоже вот сюда. Номера госрегистрации, какие-то дополнительные номера, которые есть в Е-лайбрери или еще где-то регистрационные. Вот они указываются здесь. Но сначала мы смотрим, есть ли один из вот этих номеров и ДОИ. Если их нет, тогда указываем то, что есть. Какие-то номера госрегистрации, патенты регистрируются у нас, вот EDN в Е-лайбрери, вот они уже сюда пойдут вторым порядком. Если есть и СБН и еще что-то, тогда указываем СБН и еще что-то. Там и ССН и еще что-то. Если этих номеров нет, тогда указываем то, что есть. Из вот этих вот международных номеров. Ну и совсем последняя область вида содержания средства доступа. Здесь два обязательных элемента, вот которые мы указываем. Текст непосредственный или текст электронный. А вот какие возможны варианты в зависимости от вида ресурса, ну вот такая вот шпаргалка есть. Давайте я вам с этой шпаргалкой, знаете, как сделаю сейчас. Сейчас я ее сделаю вот так. Так. И. Так, вот она. И вот эту шпаргалку можно будет скачать. Но это такая подсказка, которую часто спрашивают и постоянно путаемся, что писать. Если у нас видео-сюжет, если у нас еще что-то, да, электронная публикация. Да, художественный фильм. Кстати, вот для нас с вами, для небиблиографов, достаточно вот так. Движущаяся двухмерная. Музыкальная звукозапись лучше оставлять, да, вот это то, что в круглых скобочках, можно опускать просто изображение непосредственное или изображение видео. Изображение электронное – это для видеороликов с Ютьюба, разной записи вебинаров и так далее. Изображение электронное. Но это вы уже сами можете добавить уже, дополнить эту табличку, такую подсказку. Основной я вам сейчас дала. Ну вот, коллеги, мы с вами прошлись по всей структуре библиографического описания. Посмотрели, из чего оно состоит, что в каждой области у нас есть. Ну и если будет желание поработать, разобрать вопросы на практике, милость просим, мастер-класс сделаем, проведем, разберем. И все нюансы уже попробуем сами позаполнять с разными вопросами. Ну и на курсе, конечно, во время вебинаров у нас будут практические занятия. Там мы это все уже будем тренироваться, делать самостоятельно. И работать с ГОСТом, и разбираться со всеми нюансами библиографических описаний. Так что welcome, приходите, милости просим. Даты века русской литературы, вторая половина 19 века на титуле знаков нет. Смотря что, куда, куда, куда. Если это в заглавии у вас идет, русская Ольга, если в названии, а, русская литература, вторая половина 19 века, вот как написано, так и пишем. Это просто 19 век, вот как у вас написано в чате. Если написано так, то записываем так. арабскими или римскими. Как в названии указано, это же в названии, как есть, так пишем. Русская литература, вторая половина. Там посмотрите еще, знаете, что... А, я поняла вопрос. Русская литература второй половины 19 века, надо ли менять или нет, и какой знак здесь ставить после русской литературы. Посмотрите по типографским способам, выделено это или нет. Вторая половина 19 века, это может уйти в сведения, относящиеся к заглавию. Если есть еще русская литература, там, первая половина 19 века, это идет как бы учебник. И посмотрите, что еще это, учебник или что. То это может уйти, скорее всего, в сведения, относящиеся к заглавию. Третья половина и так далее. Есть ли в книге только рисунки без текста? И что? И что мы с ней будем делать? Анна, смотрите, есть ли... Вообще, что это за источник? Во-первых, посмотрите, для каких целей вы его собираетесь цитировать, если это касается списков источников. Титульный лист все равно обязательно должен быть. Обложка, титульный лист, оборот титульного листа. То есть она же где-то издавалась, эта книга. Если это не изданный, тогда оформляйте как неопубликованный документ. Если это просто кто-то написал и никаких ничего вообще нет, тогда вопрос, где, для каких целей, зачем вы собираетесь это цитировать? Насколько там действительно надежный и качественный материал? Обязательно смотрите. На это обращайте внимание. Большое спасибо коллеге за отзывы. Может быть, издано отдельной книгой. Если это приложение, то к чему-то, тогда его как приложение надо смотреть. Может быть, часть комбинированного ресурса. Да, вот что-то... Хорошо бы, Анна, хорошо бы, если просто вот сам источник показали бы. Можно написать. Можете мне написать. Просто интересно даже посмотреть, что это за источник, и напишите, пожалуйста, что вы хотели. Вы его хотите где-то процитировать или это в каталог внести, как библиотекарь, или вам как студенту, или преподавателю нужно где-то процитировать. То что это за источник? Просто вот к примеру пришлите, посмотрим, очень интересно. Что за книжка с картинками, но без слов и без титульного листа? Да, не, серьезно, пришлите, пожалуйста. Вот, ну вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем. Всем большое спасибо. Что были, задавали вопросы, оставляли свои комментарии и активно принимали участие в нашей работе. За это всем сегодняшним участникам полагаются сертификаты. Ссылку на страницу выдачи я вам в чат разместила, но сертификаты будут готовы через некоторое время после того, как мы закроем вебинар. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, они появятся не сразу. Вам придет письмо-уведомление о готовности сертификатов, и тогда вы сможете перейти по ссылке, и там уже будет готовый сертификат. Там его можно будет оплатить и потом самостоятельно скачать. Ну, если какие-то трудности с ним будут возникать, в ответ на письмо-уведомление вы нам, пожалуйста, напишите. Только указывайте название вебинара, да, или хотя бы примерно дату, чтобы вам более корректно помочь. Ну, вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу завершаем. Всем счастливо, всем удачи, и до новых встреч!